Всем привет! Вы на канале CryptoCommons, где мы разбираемся с вами ежедневно, что происходит на крипторынке. Ну смотрите, 5-минутный таймфрейм, ваш любимый, специально для скальперов. Что можно здесь отметить? Да это то, что очень большие были объемы на вот этом финальном проливе. Поэтому, возможно, я не говорю, что точно, но возможно, он действительно локально финальный или вообще финальный, и мы увидим V-образный разворот, или сейчас будет какая-то формация двойного дна. В общем, на самом деле мы очень перепроданы, но это 5-минутный таймфрейм. Просто я к тому, что, смотрите, таких объемов еще не было. Вот они все были здесь, и вот у нас, как правило, в разворотных точках у нас случаются экстремумы объемов. Даже вот здесь вы можете видеть, что был сильный зеленый объем, и это была локальная верхушка. Но на 5-минутках, сами знаете, это не больше, чем шум, поэтому давайте включим 30-минутки хотя бы, и посмотрим, что вот здесь у нас был объем гораздо больший, и мы пока еще не дошли до этих значений, куда у нас была тень. Вот у нас на самом деле закрытие тел свечи было примерно здесь, там же, где мы и сейчас. То есть, в принципе, очень похоже, что мы аккумулируемся на дне, на локальном, от которого собираемся отскочить. Но пока я записываю это видео, все может измениться. Мы можем дипануть еще ниже, о чем я вас, кстати, предупреждал много раз, что это может быть двойное дно с медвежьей ловушкой, и вот так. Поэтому, ну, давайте подождем. Опять же, часовой таймфрейм, дивер, желтая точка. И CryptoFace, кстати, кто смотрел его стрим, CryptoFace закрыл только что шарты и пошел спать, перевернулся в лонг. Так что CryptoFace на этом всем падении, пока многие теряли, он зарабатывал. И он не дурак обычно, так что, возможно, возможно, это действительно дно. Но тут гадать мы не будем с вами, а отдалимся на наш любимый недельный таймфрейм и посмотрим кое-что другое, ребята. Кто смотрел мое вчерашнее видео, я там показывал вот такую вещь на логарифме. Я показывал вам рыночные циклы биткоина и интересные закономерности, что у нас есть халвинги, да, и у нас есть… Я не буду сейчас все повторять, иначе получится опять повтор вчерашнего видео. Вы его посмотрите, обязательно сейчас оно появится у вас сверху. В двух словах, да, я показывал, что у нас есть халвинги, и у нас есть, соответственно, бычьи рынки, медвежьи рынки. Внутри этих четырехлетних циклах от халвинга к халвингу у нас есть бычий рынок, медвежий рынок, бычий и медвежий. И сейчас мы в бычем. Но скоро он по этой закономерности должен стать медвежим. И, кстати говоря, интересную вещь еще только что заметил, что смотрите, у нас цикл действительно удлиняющийся, потому что от первого халвинга до второго у нас было 188 недель. Обратите внимание, от второго халвинга до третьего халвинга у нас уже было 199 недель, да, ну может быть даже 200. Соответственно, можно предположить, что от третьего халвинга к четвертому у нас будет, давайте скажем, хотя бы 210 недель. Можем предположить, что так будет, потому что сложность майнинга растет, блоки находить труднее и дольше, поэтому возможно, что у нас будет третий халвинг где-то вот здесь, в апреле или в мае 2024 года. Но это пока точно неизвестно. И смотрите, я просто хотел оговорочку сделать, что я вам говорил про вот эту важную белую линию сопротивления, да, которая у нас встречается всегда на полпути к пику буллрана. Это предыдущее сопротивление, сильное сопротивление, которое потом в итоге становится поддержкой следующего медвежьего рынка, да, как вот здесь. Также вот здесь, смотрите, после переписывания all-time high оно начинается. Примерно на 2-3 халвинга от all-time high предыдущего у нас сильное сопротивление. Опять же мы его пробиваем, закрепляемся как поддержку и возвращаемся точно в него на дне медвежьего рынка. Я извиняюсь, что я повторяю, кто это видел, ну просто может кто-то не видел. Но смотрите, вчера я вам показал неправильно это сопротивление и ставил его где-то в район 60 тысяч, по-моему. Но это было неправильно, как будто бы мы сейчас об него бьемся. Это было неправильно, на мой взгляд, и я перечертил, и в телеграм-канале об этом написал, поэтому обязательно подпишитесь к нам в телегу, что, на мой взгляд, правильнее его поставить на уровень вот сюда, где мы сейчас практически, 42-43 тысячи долларов. Потому что смотрите, вот мы уперлись в него здесь, отверглись, потом его пробили, то есть вот оно было сопротивление, потом опять его не удержали, и сейчас мы его ретестим как поддержку уже дважды. Но вы можете эту линию немного подвигать ниже, но грубо говоря, она где-то здесь. То есть, скорее всего, оно примерно где-то здесь, это сопротивление, и таким образом оно как раз сходится с уменьшающимися возвратами. Потому что, смотрите, у нас здесь было вон сколько расстояния между All Time High и этим сопротивлением, здесь уже меньше, и здесь еще меньше, понимаете? Поэтому я немного скорректировал свой прогноз. Соответственно, если по уменьшающим возвратам смотреть, отсюда хотя бы 200-250%, то это может быть пик битка на самом деле на уровне 120-150 тысяч долларов. Ну, это такая спекуляция, может быть 130, ну, короче, шестизначный биткоин, но, возможно, не сильно. Может быть, конечно, как многие пишут в чате, что этот рынок вообще другой, институционалы, большие бабки, инфляция, об этом сейчас поговорим. Может быть, что мы улетим еще выше, или что не будет таких привычных медвежьих рынков, может быть. Но я вам просто говорю о другом, что статистически у биткоина есть такая модель, четырехлетние циклы, халвинги, и, возможно, мы именно на этом уровне, как показывает история, нащупаем, примерно на этом уровне, нащупаем следующее дно медвежьего рынка. Да, то есть каким он будет, этот бычий медвежий, неизвестно, но то, что здесь будет примерно дно на уровне 40 тысяч, там, 43-44, это из этой модели, опять же, следует ожидать, вот где я обвел розовый кружочек. Ну, все, про сопротивление сказал, но теперь, ребята, насчет того, что, может быть, у нас будет вообще Туземун-Туземунский и никаких особых медвежьих рынков, ну, такие двух-трехмесячные коррекции, как вот сейчас мы видим, слушайте, мне просто снесло крышу, вот за что я реально выражаю вам респект, всем зрителям нашего канала, это за то, что подписчики присылают такие вещи, я просто, ну, я преклоняюсь перед вами, ребята, я у вас сам учусь, многому. Бро, не помню, как тебя зовут, прости, но ты прислал в Ютубе в комментарии вот этот вот график, он просто сдул мне крышу, просто сдул мне крышу, я причем сам знал про то, что надо это смотреть, но что-то все забывал, недосуг был. Ребята, это график, я оставлю в описании, как его найти, это график цены биткоина к предложению доллара, то есть, как это по-русски, к печатному станку ФРС, короче, это график цены биткоина к печатному станку ФРС, то есть, к предложению доллара с учетом инфляции. Ребята, соответственно, о чем это нам говорит? Посмотрите, это полный вообще разрывняк. Вы можете видеть, что знакомая картина, да, 17-й год, бычий рынок, пик, потом спад, но потом обратите внимание, коронадамп, и он уже ниже, а не выше, как нам привычно, да, здесь падает, причем сильно ниже, здесь была отметка 0,88, а здесь уже отметка 0,53. То есть, о чем это нам говорит? Что за это время денег было напечатано уже в полтора раза больше долларовой массы, плюс-минус так, на глазок. Но дальше, посмотрите, что интересно, вот это, это уже наш новый all-time high в 60, сколько там было, в 63, в 62 тысячи, да, вот давайте посмотрим, вот. Это у нас с вами уже вот этот high, понимаете, в 60, сколько, 63 тысячи, а вот этот high в 69, где мы были недавно, это вот этот вот high, посмотрите, он еще ниже. То есть, о чем это нам говорит, ребята? Это нам говорит о том, что биткоин, если смотреть, он не к доллару, а к реальной покупной способности доллара, он еще даже близко не на all-time high. Это просто, ну тут опять же, как на это взглянуть? Напишите в комментарии вы. С одной стороны, это мега бычий сигнал, потому что, сами понимаете, да, доллар падает, соответственно, а биткоин к нему, к падающему доллару, еще даже не перебил all-time high, еще даже, можно сказать, не вырос. С другой же стороны, вы, конечно, можете согласиться, что это медвежья модель, смотрите, это у нас понижающиеся пики, да, и как бы это, грубо говоря, нисходящий треугольник, да, медвежий паттерн, из которого дорога идти вниз. Но за счет чего он будет идти вниз-то, если доллар подвергается такой инфляции? Вы просто посмотрите, ребят, здесь биткоин уже стоит под 70 тысяч, а здесь он стоил 20. При этом здесь у нас выражено это в числе 5,5, а здесь в числе 3,5. То есть, при том, что биткоин вырос в 3 раза, даже в 3,5, здесь он упал, понимаете, почти вдвое, ну там, без малого. Ну, короче, грубо говоря, это нам показывает о том, что у нас инфляция с вами x5 за это все время произошла. Примерно x5 инфляция. Это просто безумие какое-то, я не знаю, как это еще назвать. На мой взгляд, это мега-супер-бычий знак для биткоинов в долгосроке. Конечно же, в краткосроке может быть все, что угодно, как мы с вами видим. Как мы с вами видим из графика по Binance, вот у нас сейчас идет падение. Давайте включим 4-х часовик, чтобы быть где-то между долгосрочным таймфреймом и краткосрочным. Но мы с этого видео с вами начинали, да, что у нас вот есть вроде бы локальное дно, вот есть ультимативная шпилька, от которой по теханализу, и вот если вы хотите безопасно заходить в трейд, если вы трейдер вообще, если вы ходлер, прям респект вам, уважуха, вам это все по барабану, вы смотрите и ржете, и докупаетесь на споте. Но если вы трейдер, то лучше всего заходить вот краткосрочно, спекулятивно, вот на тенях, на этих шпильках, понимаете? То есть если вдруг биткоин туда кольнет, вот здесь у вас должны стоять ведра, чуть выше шпильки, чуть ниже. Если вы консервативный трейдер, там, или с причем большим, вы ставите стоп-лосс, то стоп-лосс у вас должен стоять за этой шпилькой. Но вы должны понимать, что его тоже может выбить и потом пойти наверх. Но, как вы сами понимаете, чем дольше актив идет вниз, тем как бы сильнее он, вероятнее, пойдет наверх, потому что все идет по синусоиде. Соответственно, сейчас сентимент такой, что очень все помедвежно строены, очень все напуганы. Мне звонят друзья, спрашивают, что делать. Я сам уже думаю резать убытки, сокращать позиции, потому что смотришь, портфель падает, особенно в маржиналке кто торгует. Поэтому определенно это очень скоро все развернется и пойдет наверх, но точно когда и с какой силой сказать сложно. Что еще хочу вам сказать? Интересную вещь. Вот твитнул товарищ CoinsKit. В нашем телеграм-канале мы делаем переводы крутых твитов. Вот он пишет, что все ожидают какой-то сумасшедший пробой вверх или вниз, а на самом деле биткоин, вероятно, просто поконсолидируется, как он делал вот здесь. И после этого спокойненько пойдет по своим уровням, по этажам. То есть, возможно, нас ждет Новый год такой боковой и очень неприятный для тех и для других. С другой стороны рай для скальпера. То есть, опять же, уровни. Ребята, уровни сейчас у нас есть с вами. Давайте их обозначим. Уровни это округленно 40 тысяч долларов, я не знаю, 50 тысяч долларов и, наверное, 60 тысяч долларов. Вот этот рейндж, грубо говоря, здесь покупать, здесь продавать. Это такой среднесрочный скальпинг. Если вы прямо интродейте жестко, то у вас вот есть уровни, грубо говоря, 45, там 52. Тоже вы можете здесь покупать, тут продавать. И смотреть, куда мы выйдем из этого боковика. Ну, что с альткоинами, наверное, вас интересует? Потому что альткоин вообще, конечно, размазывает. К биткоину они пошли вниз. Доминация BTC пошла отскакивать наверх. Буквально на секунду я прервусь, потому что я потом забуду сказать. Напоминаю вам, что у нас есть канал CryptoCommons 2.0. Просто вбейте в поиски CryptoCommons 2.0. И там выходят очень крутые видео с переводами. Вот, например, только что вышли видео Бенджамин Коуна. Биткоин, билет на Луну, хотел сказать. Билет на шоу. И Олеся в Растане. Когда и почему начнется худший медвежий рынок? Обязательно их посмотрите. Видосы замечательные. У нас, ребята, новые переводчики трудятся. Так что зацените. Андреас Антонополос, что такое NFT. Тоже очень мало просмотрел людей. Очень грамотно раскладывает. Маэстро Андреас. Вот, так что подпишитесь. Потому что у нас на основном канале уже 70 тысяч подписчиков, ребята. За что вам мега респектус. А на втором почему-то всего еще 30. Так что подпишитесь. Окей. Давайте посмотрим альткоины. Что мы здесь можем видеть? Что доминация отскакивает. После диверов и желтых точек. Собственно, не мудрено. Соответственно, сейчас в моменте. Либо биткоин будет медленнее падать, чем альты. Либо биткоин начнет расти. Но альты будут расти медленнее, чем биткоин. Соответственно, к биткоину, скорее всего, они будут падать. Но глобально, если мы отдалимся. Я не жду какого-то мега бит сезона сейчас. Опять же, это только мое мнение. Дисклеймерный финансовый совет. Я могу ошибаться. И мы можем с этого момента прямо развернуться и попереть по доминации наверх. Но обычно так происходит уже на пике бычьего рынка и когда начинается медвежий. То есть в медвежьем рынке обычно доминация биткоина опять отжирается назад. То есть, грубо говоря, биткоин падает медленнее, чем щиткоины. Сейчас я этого не жду. Я жду пробития все еще этого all-time low, как много раз уже вам и говорил. Из 2017 года all-time low. Но он пока еще не пробит. Вот мы сейчас на локальном low, вот на этом, скажем, тоже сильном уровне. И смотрите, мы все ближе и ближе к нему подходим и образуем нисходящий треугольник. Поэтому я сильного отскока здесь не жду на недельном таймфрейме. Я думаю, что нас чуть-чуть помурыжет. И мы пойдем выбивать этот low. И будет настоящий альтсезон. Но опять же, монет много. Так же, как я вам показывал сейчас соотношение биткоина к напечатанным деньгам, так же ведь очень много наклиповано альткоинов разных. Соответственно, то, что мы видели вот здесь, all-time low, это буквально альткоинов было в десятки раз меньше. То есть, сейчас альткоинов в десятки раз больше. И по идее, это может быть вообще вот так, куда-нибудь на 20 или на 10% доминации в момент альтсезона. И потом только наверх. Но это чисто моя спекуляция. Напишите тоже, что вы об этом думаете. Верите ли вы в продолжение альтсезона? Судя по тому, как некоторые монеты стреляют, у нас абсолютнейший альтсезон сейчас. Просто очень трудно угадать нужную монету и на ней прокатиться. Ну окей, давайте посмотрим несколько альткоинов перед тем, как это закончим. Эфир к биткоину. Все еще по-прежнему бычий, несмотря на локальные просадки эфира к доллару в том числе. Опять же, мы на недельном таймфрейме не видим ничего сверхъестественного. Посмотрите, у нас были вот такие коррекции и тут, и тут, и тут, и тут, и тут. И в итоге это не мешало нам разворачиваться и расти дальше. Эфир очень по-бычи смотрится в глобальной картине. При этом на часовике мы, конечно, пошли заполнять вот эту тень. То есть на самом деле, на мой взгляд, где-то здесь надо ловить уже вход в лонг, но со своим риск-менеджментом. Если вы в большом причету со стопами, если вы в маленьком, то плавно усредняясь, оставив ведра даже, если вдруг он упадет ниже, понимаете, чтобы вас там не смыло, а только усреднило ваш лонг хорошо. Это все всегда очень трудно рассчитывать. Даже профессиональные трейдеры зачастую торопятся со входом в позицию. Это нормально, ребят. Вы не думайте, что вы всегда должны заходить точно в нужный момент и зарабатывать. Так не бывает. Всегда. Вот за 90% сделок вы заходите, сразу минус, и начинаете думать. Либо резать убытки коротко, стоп-лоссами, либо плавно усредняться, там, доливать маржу. В общем, это уже ваша техника, не моя. По поводу Даша. Наверное, ни для кого не секрет, что это мой любимый альткоин. И сейчас так много хейта в сторону Даши, что я думаю, вообще, отличное время его покупать. Ну, дисклеймер, конечно. Сами видите, как он падает. Ну, те, кто новичок на канале, наверное, не знают. Я просто торгую с... Хрен его знает какого года. С 15-16 года я вот весь этот булран на Даши прокатился. И я вижу в нем огромный потенциал, потому что у него кончился медвежий рынок. Вот здесь вот. И он все еще не улетел высоко, как многие его собратья. В том числе и, там, Додж, и Лайткоин уже переписал тайм-хайк доллару, и Манера переписал. И много-много карданов всякие улетели, там, с 2 центов на 2 бакса. Там, даже Рипл лучше сойдет. Короче, Даш, на мой взгляд, из старой гвардии, не соскамившегося альтов. Один из самых недооцененных сейчас. Опять же, есть вариант, что он соскамится и никогда не вырастет. Есть такой вариант. Поэтому думайте своей головой. Но, на мой взгляд, проект бомбический. Он просто его искусственно сдерживает. Вот. Интересную вещь заметил по поводу Дэша. Смотрите. Недельный таймфрейм и 200-й мувинг на недельном таймфрейме. 200-й экспоненциальный мувинг. Смотрите, он выступал как сопротивление. Вот здесь был ложный прокол. Да? На логарифме, наверное, будет лучше видно. Да, вот здесь он выступал как сопротивление. Здесь мы до него и дошли. И вот здесь сопротивление. Вот тут мы его пробили, отретестировали как поддержку. И после этого, смотрите, мы его ретестили как поддержку. Вот здесь. Ну, сложными проколами. Да? Вот здесь. Вот здесь практически дошли. И сейчас мы тоже вроде как прокололи. Но давайте подумаем головой с вами. Головой давайте подумаем. Какова вероятность? Если мы его сейчас пробьем, сильно уйдем ниже сотки, и потом от него отвергнемся как от сопротивления, тогда да, ребята, я признаю, что по поводу этой монеты я ошибался, и она уйдет в локальный медвежий рынок. Но, на мой взгляд, еще раз, по-моему, мы его тестируем сейчас как поддержку. И просто еще одна-две свечки наверх, и мы отбиваемся, понимаете, как вот здесь. Как вот здесь. Потому что, еще раз вам говорю, мы сейчас в бычьем рынке определенно, потому что у нас здесь и EMA Ribbon развернулась в бычую сторону, и SuperGupy вот развернулась. Соответственно, если вы посмотрите с локального дна, Dash уже давал 10x, 11x получается, 1000%. И сейчас все еще находится на 3x, то есть на 200%. Понятно, что очень маленький возврат, но это и хорошо, если вы смотрите в средний срок, в долгосрок, вы смотрите то, что еще не улетело, а не то, что уже дало там десятки x. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас тестируем критически важный уровень. Это 200-й мувинг на недельке. Если вы посмотрите трехдневный таймфрейм, то тут вообще просто идеально мы его прям целовали как сопротивление. Вот смотрите, как говорит один мой знакомый, он облизывает график прям. То есть мувинг на самом деле очень рабочий. Вот тут он был у нас поддержкой бычьего рынка. Здесь мы его удержали, отбили. Здесь мы его не удержали. И все, вот мы его отбивались, отбивались. И его тоже мы сейчас вроде как удерживали. И вот здесь удержали. Но вот у нас был ложный пробой. И смотрите, сейчас надо, чтобы это был ложный пробой. И мы отбились. Тогда можно говорить, да, о том, что даже в бычьем рынке, если мы закрепляемся выше 180-200 долларов и улетаем наверх. Я вот этого жду. Но если, ребят, если. Мы же, понимаете, мы работаем с вероятностями в трейдинге. Мы не говорим, точно идет туда. То, что, нет, то, что Dash точно идет туда, это как бы 98% вероятности. Но когда он идет туда, да? И не после локального медвежьего рынка. Но я смотрю, сейчас очень многие начинают продавать, писать, ну, нахер этот Dash, типа, столько я на нем потерял там. Для меня это бычий знак, поэтому... Ребят, я все еще жду Dash to the moon, поэтому пишите, если вы со мной, или если вы считаете, что я спятил. Dash к эфиру вообще идеально выглядит, просто гигантский падающий клин. То есть, грубо говоря, Dash, который стоил 5 лет один к одному с эфиром, даже больше эфира стоил. Сейчас стоит, извините, 0.03 эфира. Просто грех не разменять один эфир на ту его хучу Dash'ей сейчас. Но это мое мнение. Ладно, слушайте, на сегодня на самом деле все. В следующем видосе детально рассмотрим больше альткоинов. В сухом остатке что? Биток все еще у нас находится в бычьем тренде локально и глобально. И будем смотреть, как он удерживает вот эту свою экспоненциальную поддержку. Еще раз вам говорю, вот этот вот график соотношения биткоина и печатного станка FRS это просто безумие какое-то. Да, и глобально мы сейчас, как я уже говорил вам вначале, оформляем будущее дно медвежьего рынка, скорее всего. Потому что, смотрите, мы всегда параболами закругляемся, идем наверх, как мы шли вот здесь параболой наверх, вот это движение. Вот здесь более плавной параболой мы шли наверх. И сейчас мы вот идем все еще в середину этой параболы. То есть если вы отбросите всю вот эту суету, вот этот памп на 60 тысяч, понимаете, это был... Мы поэтому и видим сейчас такие затяжные коррекции неприятные, да, которые составляют сомневаться в том, что мы в бычьем рынке. Потому что вот этот памп на 60 тысяч, он был неестественный. То есть понимаете, какая тема? Представьте, если бы биткоин шел просто спокойно вот так вот. И сейчас как раз вот он тут бы на 30 тысячах консолидировался, на 40. И мы бы сейчас были просто спокойно в аптренде, видите? Но он шел вот такими памп и дампами, то есть мини-бычий, мини-медвежий рынок. Сейчас опять памп и дамп. То есть он внутри этого роста... Да, но прошу заметить, что вот это у нас повышающаяся вершина. Сейчас много сторонников двойной вершины. Вы видите, да, что вот эта вершина выше. То есть технически это бычья формация. И у нас повышающиеся минимумы и максимумы. Так что я думаю, мы просто вот таким зигзагом будем дальше фигарить наверх. Сам в это верю, сам на это ставлю свои деньги, друзья. Сам верю в криптовалюту. Не просто спекулирую ее курсом, а действительно верю в будущее криптовалют. Как Карл недавно говорил в своем видосе, в 90-е верили в будущее интернет, знаете? 90-е тоже все смотрели на нас как на психов. Помните, родители, наши бабушки там говорили, хватит сидеть за компьютером, там в чатах каких-то, что-то там качать, там не знаю. А сейчас посмотрите, как все за 20 лет изменилось. Ну я не знаю, вы из какого года, кто в 2000-х сидел. А сейчас посмотрите, сейчас без интернета жизнь невозможна. Уже даже бабушки сами сидят в инстаграмах и кидают друг другу там открытки, всякие мемчики, понимаете? Сейчас, ну, раньше имейл казалось диковинкой, а сейчас это уже без этого жизни не можешь представить. Без телеграма, ватсапа, у кого что, фейсбук, инстаграма, ютубчик вообще, понимаете? Раньше ютуб это был сервис на коленке, который чуваки в гараже запилили. Дерьмового качества видоса 240. А сейчас это, ну, все уже, то есть, ну, главное, главный медийный ресурс. Поэтому биткоин неотвратимо станет валютой интернета, он уже ей является. И вы сейчас поддерживаете Твиттер, Шмиттер, все это, Илон Маск и прочие. Никуда от этого не деться. Биткоин гораздо удобнее по миру друг другу отправлять, чем фиатные валюты, там, конвертировать через банки, там, эксченеры, ну, которые могут заблокировать, могут, там, отследить, там, не дадут тебе больше, там, какой-то суммы мелкой обменять, понимаете? Там KYC, все вот это отмывание денег, терроризм. Биткоин – это будущее. Смотрите в корень. Раньше тоже, блин, на лошадях ездили и свечи изгли, понимаете, люди, и потом изобрели электричество. Вот, поэтому нефинансовый совет, дисклеймер. С вами был Гринит, канал CryptoComments. Подписывайтесь, пишите, что думаете, и будьте осторожны. Всем профитролей.